Дорогие зрители, вы очень просили сделать ролик про Ким Сан Бома, и мы его сделали. Приятного просмотра. Ким Сан Бом – один из самых красивых южнокорейских актеров, певцов и моделей, покоряющий своим талантом и фирменной улыбкой. Невероятное выражение лица, трудолюбие и таинственная атмосфера вокруг артиста производят неизгладимое впечатление как на поклонников, так и на персонал съемочной площадки, заставляя восхищаться хитрым лисом, нежным ангелом и студентам с темным прошлым. Сегодня мы расскажем, как живет Ким Сан Бом и сколько он зарабатывает. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Ким Сан Бом родился 7 июля 1989 года в Сеуле, Южная Корея. В три года мальчик уже хотел стать артистом и в детском саду выступал перед сверстниками. До школы некоторое время он жил в Австралии вместе со своей бабушкой и тетей. Малыш любил смотреть музыкальные шоу и фильмы, моментально запоминал фразы знаменитости и использовал их в разговоре. В школе его знали как успешного футболиста, капитана команды и нападающего. Мать гордилась достижениями сына в спорте, но отец был против, опасаясь за его успеваемость. Как оказалось зря, ведь футбол не мешал мальчику учиться на отлично. Детская дружба с двоюродной сестрой Джинни, солисткой кей-поп-группы KISS, во многом повлияла на него, ведь он решил развиваться в актерском мастерстве. Парень поступил в знаменитый университет Чуньянь на факультет искусства, театра и кино и активно участвовал в факультативных программах. Сан Бом купил себе книгу по актерскому мастерству, очень много трудился, проходил прослушивание и посещал классы повышения квалификации. Но год тяжелой работы не дал результата, и это очень сильно его беспокоило. Юноша уже был готов бросить мечту, но все же преодолел страхи и отправился на кастинг для участия в конкурсе талантов. И только после Survival Star Audition, где он стал восьмым из сотни, но, будучи слишком молодым, не прошел в финал, Бома наконец-то признали как актера и засыпали предложениями. Поначалу он играл второстепенные роли, а начиная с сериала «Мальчик и краша цветов», который прославил его на весь мир, Сан Бом постоянно расширяет свой актерский спектр. О нем много писали в соцсетях, причем не только хорошего. И хотя критику молодой актер воспринимал болезненно, ничто не помешало ему построить успешную карьеру. На сегодняшний день в фильмографии артиста около 20 лент, а его состояние оценивается примерно в 15 миллионов долларов. Ким Сан Бом как талантливый человек, кроме киноиндустрии, успешно реализовался в других творческих направлениях. Он хорошо поет и играет на фортепиано. Причем не просто как музыкант-любитель, а у него есть два полноценных студийных альбома с романтическими композициями. Он даже принял участие в одном из токийских концертов, где вживую исполнял музыкальные произведения. Стоит отметить, что его песни достойно были оценены поклонниками жанра кей-поп. Говорят, сердцеед уже к 18 годам вскружил голову шести девушкам, романы с которыми длились от месяца до года. Но также ходят слухи, что романтик первый раз поцеловался в 19 лет, возле дома его девушки. Известно о двух дамах его сердца. Актриссе Мунген Йон, с которой он встречался 7 месяцев. И актриссе О Йон Сос, который был в отношениях Готтер, остался без объяснения причин. В одном из интервью парень раскрыл, какой видит свою идеальную девушку. Она должна быть старше него и преуспевать в карьере. В то же время быть приятной, обладать милыми жестами и невинной мимикой. Актер мечтает о приготовленных ею вкусных обедах, которыми он будет наслаждаться в перерывах между съемками. А если вдруг случится так, что родители будут не согласны с выбором сына, он приложит максимум усилий, чтобы их переубедить, и обязательно получит благословение. В повседневной жизни талантливый, харизматичный артист – простой, застенчивый парень, имеющий кроткий нрав, честное сердце и не умеющий врать. Ему сложно завязывать разговоры с незнакомцами, и по словам самого обладателя внешности плейбоя, он совсем не знает, как соблазнить девушку. Особое очарование парню придает его фирменная улыбка, которая у него с детства невероятно притягательная. Никто, даже родная мать, не могли устоять перед постоянно улыбающимся очаровательным ребенком с сияющим лицом и глазами. Сегодня актер внимательно контролирует мимику. У него безупречный стиль, в котором преобладает любимый черный цвет, а еще фанатическое отношение к чистоте и личной гигиене. Щепетильный Сан Бом на своей идеально чистой одежде не потерпит ни соринки, ни пятнышка, а чтобы скрыть неудачную укладку, он надевает шапку. Хотя Ким Сан Бом сам имеет армию поклонников, но у него тоже есть кумиры. Он уважает спорт, и его хобби – это футбол, бейсбол и кендо. Поэтому неудивительно, что своим любимчиком в этой отрасли он называет звезду португальской сборной и мадридского Реала, самого дорогого футболиста мира Криштиану Роналду. Что касается кумира в киноиндустрии, то им является Кристофер Нолан. А пример для подражания у него – легендарный Брюс Ли. Молодому актеру даже выпала честь сыграть в Дораме и Пманы Брюс Ли самого Ли. Перед съемками он внимательно изучил информацию о мега-звезде, регулярно посещал спортзал и соблюдал диету. Впрочем, спортзал и диета – постоянные спутники парня. Например, для роли Ангела в сериале «Подам-подам! Стук их сердец» он специально сбросил 10 килограммов веса за два месяца, а для роли в сериале «Под прикрытием» похудел на 14 килограммов, ежедневно упорно тренируясь и некоторое время употребляя исключительно бананы, куриную грудку, сладкий картофель и чашку холодного кофе. К сожалению, спортивный лучезарный парень с 20 лет страдает от наследственной болезни. Об этом стало известно после того, как в 2018 году Ким Сан Бом начал свою военную службу, но нестандартным образом как солдат, а как государственный работник. На активную службу актера не смогли зачислить именно из-за болезни. В своих интервью он поделился, что часто и подолгу находится в больницах, поэтому старается тщательно следить за своим здоровьем, но о самой болезни ни артист, ни его представитель ничего не рассказывают. У актера очень интересное отношение к работе. Начиная новый проект, он максимально перевоплощается в своего персонажа и старается не отпускать его до окончания съемок. Кроме того, что он даже за кадром носит ту же одежду, он полностью подражает герою, отражая его мысли или ценности. Кстати, парень хранит сценарии каждого своего проекта, объясняя это тем, что на первой странице всегда записывает свою историю, чтобы понимать образ и полностью погрузиться в роль. Еще одна странная привычка у актера появилась во время работы в «Мальчике краша цветов», когда перед съемками он всю ночь не спал и к утру страшно уставал. Как-то в начале карьеры Сан Бом сказал, что станет актером, который не боится пробовать новые образы. И он стал таким трудолюбивым, напористым, смелым и в то же время ценящим людей и время, которое провел с ними даже больше, чем рейтинги. Для актера дружба – это очень важная и деликатная часть его жизни. В минуты слабости или жизненных неприятностей он обязательно звонит друзьям или встречается с ними. И даже в свое свободное время он никогда не сидит дома, а заставляет себя идти на улицу и встретиться с товарищами. Самыми близкими он считает Чон Иль У и Ли Мин Хо. Более того, каждый первый эфир нового проекта актера парни смотрят вместе. Ким Сан Бом и Ли Мин Хо познакомились на съемках Дорамы «Мальчики краша цветов». Позже Бон признался, что сейчас они уже не стали бы друзьями по причине конкуренции и зависти. А тогда друг прислал ему в подарок фургон с кофе, на баннере которого красовалось приглашение актерам и съемочному персоналу наслаждаться и набираться сил. И просьба позаботиться о Сан Боме. Не менее чем друзьями, артист дорожит своими поклонниками. Однажды он явился на свадьбу своего фаната, чем поверг молодоженов в приятный шок. Поклонницы утверждают, что фильмы с участием Ким Сан Бома всегда оказываются трогательными и увлекательными. Также они признают, что образы романтических героев – это его конек. Но сам артист очень не любит, когда его сравнивают с цветочком. После выхода Дорамы «Мальчики краша цветов» актер почувствовал, что у зрителей сложилось ошибочное впечатление о нем, как о сладком мальчике, и задался целью показать себя совсем другим. Конечно, он справился с задачей и зарекомендовал себя как разноплановый актер, который одинаково хорошо выглядит как в роли строгого полицейского или воина, так и беззаботного школьника. И это принесло ему любовь тысяч девушек по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok